когда я пришел только в трейдинг для меня ничего кроме домашки не существовало я приходил каждый день на работу в 4-15 утра и все кто ко мне когда-то приходил они мне задавали вопрос почему вообще я прихожу в 4-15 утра на работу ну давайте объясню эту вещь во первых я не люблю торговать рыночную ситуацию если я не понимаю на самом деле что происходит с инструментом да то есть для меня очень важный фактор очень важный фактор это смотреть на ту ситуацию когда я понимаю что происходит на рынке это раз второе в первую очередь я всегда обозначаю всем какие-то ближайшие уровни по инструменту для того чтобы понять если инструмент дойдет до определенного уровня или не дойдет что я буду делать третье если инструмент все-таки дошел до этого уровня как я буду себя вести дело в том что большое количество людей именно из-за того что они не делают там домашку не готовы к рабочему дню к сожалению у этих людей действительно очень большая проблема и проблема следующего характера они включают эмоциональный фактор у меня огромное количество друзей которые есть институциональные клиенты которые абсолютно так не торгуют а торгуют именно возле уровней все вот эти методы которые описаны они описаны 30 лет назад они не работают не работали они работали но работать перестали и работать они к сожалению больше не будут рынок объясню почему сейчас огромное количество заявок идут мимо то есть это дарк пулы это внебиржевые сделки и их можно видеть на графике но вот эти вещи которые якобы говорят институциональных клиентов для главное для институционального клиента когда он в позиции это одержать свой уровень я вам говорю как человек у которого много друзей хозяева и менеджеры хэдж фондов я знаю как они набирают позиции где не набирают позиции как работает крупняк где они будут выходить на чем они будут терять на темно занимать зарабатывать то есть задача одна по каждому инструменту да вы должны образно там иметь видите определенные уровни здесь очень сильное накопление да вы должны понимать куда будет выходить накопление вот это основные вещи по каждому инструменту вы должны знать и делать каждый день, по сути, я делаю домашку. Видите, если вы, мы зашли по S&P в очень сильный лонговый канал, видите, очень сильный, и если мы не сделаем никаких ложных пробоев, а сможем удержаться в этом лонговом канале, сейчас, Поль, включи, пожалуйста, пошире. Видите, то есть мы зашли в очень сильный лонговый канал, очень сильный, если мы по S&P сможем удержаться, то мы будем идти до следующей границы канала, видите, то есть нету никаких сопротивлений, вот эта граница канала, мы ее спокойно отработаем, видите, посмотрите сюда, это то, о чем я говорю, если мы видим, что в инструменте было огромное количество лимитных игроков, видите, вот это все лимиты, видите, мы здесь абсолютно также отрабатываем, как только мы заходим в чистый канал, мы, скорее всего, будем его также проходить, то есть если канал чистый, мы его легко пройдем, здесь мы не будем легко проходить, потому что здесь очень много засаженных и здесь загруженная эре. Теперь смотрите внимательно, так по сути дела должны выглядеть ваши сценарии, сейчас я вам пошире сделаю, видите, вы должны делать все до начала рабочего дня, очень-очень важный фактор, это то, когда вы делаете какую-то домашку, вы должны полностью быть готовыми, то есть что это значит, если инструмент, если инструмент не дает вам сигнала для захода, вы туда не заходите, то есть что вы должны делать, видите, вот по каждому инструменту, вот здесь вот, видите, полностью все описано, если повышенная волатильность, если элемент и инструмент остался на месте, если инструмент сделал резкое движение, в каких случаях вы будете торговать ложный пробой, в каких случаях вы будете торговать пробой, это очень важные факторы, на которые вы должны обращать внимание. вот давайте я вам сейчас по какому-то инструменту сделаю, вместе с вами сделаю сценарий, давайте посмотрим, вот давайте по SMP, смотрите, что я делаю обычно в таких случаях, видите, я все делаю вам заранее, и так, вот график, я себе в первую очередь там пишу, так, SMP 500, вверх, и начинаю перечислять, первое, заход в верхнюю границу канала, RSI можете выбросить вообще, просто элементарно, просто возьмите, выбросьте RSI, вообще просто его выбросьте, первое, заход в верхнюю границу канала, второе, впереди нет сопротивления, это очень важно, сопротивление, третье, надо удержаться выше уровня, четвертое, запас хода, пятое, в самом начале АТА, что это значит, смотрите внимательно, все, вот вы готовы, вы взяли вот эту картиночку, так, вот теперь посмотрите внимательно, вот если инструментом закрывается вот здесь вот, в самом верху, вы будете стоять в самом начале АТАРа, что такое самое начале АТАРа? Это когда вы стоите недалеко от уровня, у вас по простому размер стопа и размер тейка, они соизмеримы, там, например, это пять к одному или семь к одному, и вот так вот по каждому инструменту, по которому вы должны идти, а, да, сейчас у меня где-то были разборы сделок, там, где-то было что-то красивое, сейчас я посмотрю, мне несколько там картинок понравилось, вот смотрите, это вот я очень часто, очень часто, сейчас одну секунду, заставляю, кто у нас в Герчкин Ко, видите, я очень часто заставляю студентов, вот посмотрите внимательно, видите, вот, сейчас я вам пошито сделаю, вот видите, вот можете пофотографировать, видите? Хороший вопрос, как правильно торговать, если при открытии рынка бешеная волатильность, не торговать первые полчаса, вот и все, у меня есть студент, который не торгует первые полчаса, торгует только через 30 минут, все, видите, то есть у нас очень сильный уровень, откуда взялся уровень, видите, и вот полностью, вот это вот пофотографируйте, цен, я больше чем уровней ни на что не обращаю внимание, видите, то есть я больше ни на что не обращаю внимания, я смотрю, как смотрится инструмент, я смотрю, как инструмент себя ведет, смотрите, давайте объясню одну вещь, вот задается вопрос, да, по поводу методов, запомните одну вещь, первично, только цена, максимум, на что вы можете обращать внимание, это как ведет себя цена больше возле ближайших уровней, то есть вы смотрите поведение цены на либо какую-то реакцию, на ложный пробой, на пробой, на какое-то поведение возле ближайших уровней. Это единственное, на что вы должны обращать внимание. Вот очень много люди говорят, а вы там этот метод используете и все остальное. Редкий посетитель отвечу на твой вопрос, использую ли я коррелируемые и некоррелируемые инструменты. Ответ – да. Я не использую это в виде метода, но я смотрю, чтобы инструмент всегда не коррелировал вместе с индексом, в который он ходит. Например, если я смотрю Spotify, то Spotify должен жить своей жизнью и не должен, не должен обращать внимание на S&P. То есть я смотрю только те инструменты, которые не идут за поводрями. то есть если я торгую какую-то монетку, да неважно какую-то альт, я смотрю, чтобы этот альт не шел за биткоином. Икс. 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 Продолжение следует...